Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает его по дому. И сегодня речь пойдет о книге для самых маленьких. Но не для самых все-таки маленьких, все-таки 5+, условно говоря, да. Но для тех, кто определенно еще верит в Деда Мороза. В современной детской литературе вариации на тему Деда Мороза, Святого Николая, Санта-Клауса, Йолопуки, это я сейчас по-фински сказал. Если среди нас есть финны, примите мои извинения. Я плохо знаю финский. Если серьезно, то, конечно, в любой национальной мифологии есть персонаж, который либо делает что-то хорошее, значит, как Оля Лукоя, как Дед Мороз, либо делает что-то противоположное, как какой-нибудь Крампус или так далее. Вариаций много. Есть деревня Дедморозовка. Я никогда не устану нахваливать эту книгу. Если вы ее не читали, пожалуйста, досмотрите это видео до конца. Вот. И если читателям юным исполнилось, ну, скажем так, лет, наверное, 8-9, то им уже просто обязательно необходимо прочитать правдивую историю Деда Мороза. Андрея Жвальевского и Евгении Пастернак. В общем, слушайте, это великолепная совершенно вещь, но речь сегодня не о ней. Она на постарше. А для самых маленьких еще одна книга, которую я взял в ВОК, потому что колючий Дед Мороз, которого придумала Нюта Яковлева и нарисовала Оля Демидова, с неподдельной нежностью сочинен. Это действительно так. Потому что создать нового сказочного персонажа невообразимо трудно. Во-первых, это очень истоптанная территория. Там уже, ну, все придумано, что угодно. И не надо нам новых маленьких водяных, маленьких домовых, маленькой бабы Ягида. Оно уже есть. Пожалуйста, придумайте что-нибудь свое. Сложно. А кто говорил, что будет легко? К сожалению, есть авторы, их много. Есть много зарубежных подобных авторов, которые считают, что это очень легко. Что каждому можно создать детскую книжку левой ногой на коленочке по-быстрому. Потому что, ну, это же так для детишек там, что там придумывать-то. Вот колючий Дед Мороз выстроен от первой до последней буквы. Там все продумано. Там очень тактично отведена роль главному герою. Вот у нас тут изображен с прекрасной бельчонком таким большеглазым. Я очень надеюсь, что бельчонок не после встречи с ежиком стал таким большеглазым. Таким, а-а-а-а! И все, и навсегда. Но это шутка, конечно, была. Смотрите, чудесный, сказочный новогодний форзац. Значит, у нас вот заглавная картинка, да, где у нас живет вот этот вот ежик. Ежика зовут Шурши. Вполне себе то ли имя, то ли фамилия. Причем такое не совсем русскозвучащее. Потому что он как раз стоит чуть-чуть сбоку от Деда Мороза. Тут будет маленькое литературовеческое отступление. Это очень непростой и всегда срабатывающий прием. Когда ты говоришь не прямо в лоб вот так то, что тебе надо сказать, а чуть-чуть делаешь обходной маневр. Я приведу сейчас абсолютно некорректную параллель. Я ни в коем случае не сравниваю детскую сказку с повестями Белкина. Но дело в том, что Пушкин был просто мастер такого приема. У него всегда в заглаве или в экспозицию, или на передний план повествования вынесен персонаж, который не является главным сюжетообразующим действующим лицом. Который не является... Он всегда чуть-чуть сбоку показывает. И так вот здесь. У нас Шурши просто помощник. Помощник Деда Мороза. Причем у Деда Мороза, и на это есть намек, есть свои помощники. Это Белые Медведи, которые, как мы еще прекрасно знаем из сказок Толкина, если не читали, письма Толкина детям почитайте. Чудесная книга когда-то давно выходила, не знаю, переиздавалась ли. Вот. Там все подробно расписано. Но это, впрочем, не совсем Дед Мороз от Санта-Клауса. У нашего Деда Мороза у нас, как известно, не только в Великом Устюге, но и на Северном полюсе у него резиденция. И там у него Белые Медведи делают выставку детских рисунков. Мило, чудесно и так далее. Шурши персонаж очень хороший, он очень добрый. Он относится к своему делу не просто ответственно, он понимает, что от его дела зависит счастье детей. Он даже с угольками в печке, в камине разговаривает. Ну, кто помнит образ кальцифера, тот понимает, что это, в принципе, возможно, теоретически. Это очень редко появляющиеся в сказке свойства. Даже с угольками. Он, в частности, кормит их старыми газетами, чтобы огонь разгорался ярче, и уголькам было чем питаться, и они не погасли. И вот он получает почту, собирает он Деду Морозу эту почту и передает ее при личной встрече. Дед Мороз к нему специально заруливает. Вспоминается, опять же, это тоже классическая ситуация. Я надеюсь, все помнят великолепнейший эпизод из Льва, Колдуни и Плотяного шкафа, где в Нарнии к семейству белок заезжает у нас настоящий Санта-Клаус. Рождество пришло. Злая Колдунья, конечно, и Рождество не допускала. И вот они встречаются в атмосфере абсолютно мирной, спокойной. Напоминаю, это детская сказка для самых маленьких. И Шурша отдает ему такую бандерольку красивую с посылками. Бандеролька недаром перевязана с такой веревочкой суконной. Упакована в крафт, в коричневую бумажку. Только что сургучной печати нет. Почему? Потому что Шурша у нас почтальон. И вот то, что у нас ежик-почтальон, это настолько в яблочко, это настолько в десяточку. Кто из вас в последний раз был на Почте России? Я надеюсь, как и у меня, у вас великолепные впечатления от ее работы. За последние 20 лет Почта России преобразилась до неузнаваемости. Я уже не говорю о том, что это все компьютеризировано и, значит, когда оно работает, конечно. Да, у меня тоже бывали случаи, когда я не мог отправить ни междугородные, ни международные отправления, почтовые. Что-то терялось, что-то путалось. Но реально статистика такова, что она не просто в пользу современной Почты России. Это сейчас не реклам был, а реальный опыт работы. Потому что я по работе в издательстве постоянно там бываю. И вот ежик – это колючее существо. Существо, которое в любой момент может, ну, в общем, уколоть. И любой социальный такой вот работник, да, в смысле профессии, а в смысле работающий, оказывающий социальные услуги, да, работающий с населением, да, он такой ежик. Он милый и симпатичный, он замечательно фыркает, да, извините меня. Вот, значит, но при этом он может в любой момент уколоть иголками, если ты делаешь что-то не то. Причем делаешь что-то не то, при этом еще раздражаешься, сердишься на то, что тут какие-то правила, которые надо соблюдать, какие-то бланки, которые надо заполнять. Все не так, все не то, я тороплюсь. Вот это вот очень-очень ежиная ситуация. Вот, так что, конечно, для ежика вспоминается, опять же, детская книжка, это Сайлендбук, там нету текста. Я работаю крокодилом, каждый из нас время от времени, хотя бы в особенно удачные дни, работает именно крокодилом, кем бы он на самом деле не работал. Так вот, Шурша отдает ему сверток, но приготовлено-то было два свертка. И в одном, собственно, письма детские, которые он как почтальон принимает на почте, в специальный почтовый ящичек, где красивые красные буквы он обновляет свежей краской для писем Деда Мороза, чтобы издалека те, кто уже умеет читать, могли прочитать эту волшебную надпись и просунуть в узкую щелочку свое письмо с Деду Морозу. Во втором, свертки рисунки. И Дед Мороз боится, что в его переполненных санях эти рисунки просто затеряются, да, может их куда-то. Говорят, прибереги у себя, я потом их заберу, увезу на Северный полюс, и медведи сделают выставку детских рисунков, как в прошлом году. Вот я вам об этом уже упоминал. Как всегда, рассказывая о книге для самых маленьких, я практически пересказываю ее сюжет, потому что здесь не в сюжете дело, а вот в тех тонкостях, которые я говорю. Но дело в том, что это же детские письма. И здесь сделан простой и без, очень гениальный ход, на мой взгляд, да. Один из рисунков и является письмом. Ну не умеет еще ни читать, ни писать, малыш, а подарок попросить нужно. Что он делает? Правильно. Младшая сестра сказала, старшая сестра сказала, наверное, некогда. Старший брат сказал, иди поиграй, отойди со своими глупостями, нет никакого у Деда Мороза. Ну может быть, как-то помягче, да. Родители на работе, бабушка с дедушкой заняты хозяйством. Короче говоря, ему пришлось свою просьбу, свое письмо к Деду Морозу нарисовать. И вот так он едва не остался без подарка. Потому что нарисованный им подарок, который он хотел бы получить, попал куда правильно, в стопку с детскими рисунками, а не в стопку с детскими письмами. И бедный, бедный наш тот самый бельчонок, глазастенький, да, значит, едва не остался без подарка. Что делает Шурша? Шурша, конечно, ликвидирует эту несправедливость. И помимо своих почтовых обязанностей, почетных обязанностей почтмейстера, наш еж, он же еще и мастер на все руки, он же еще и находчивый. Вот, и он, конечно, значит, подарок этот, значит, особенно замечательное появление бороды. Вот не буду вам рассказывать, как у ежа появилась временно для того, чтобы он притворился Дедом Морозом борода. В общем-то, обыгрывается та самая ситуация, которая повторяется из поколения в поколение у многих, начиная с дореволюционных традиций, да, и, значит, семейных обычаев, и для многих советских детей, для современных детей, да, когда напяливают, значит, ватную бороду и так далее. И приходит Дед Мороз, а на самом деле это сосед, родитель или специально заказанный, значит, опять же, социальный работник. Шурша, короче, со своей задачей справился. И тут вопросов к нему нету. Но дело в том, что это было не так просто, как кажется. Пойти и купить в магазине то, что хочет ребенок, может каждый. А ты попробуй угадать и попробуй сделать так, чтобы это было в точности, как на рисунке. Вот только волшебный ежик справится с такой задачей. У меня прям новый мем появился, выражаясь не литературно, но зато современным сленгом, да. Вот, новый мем. Вот, такой вот находчивый ежик. Вот такой Шурша. Шурша, все заканчивается хорошо, конечно. История это такая игровая, такая очень сказочная. Да, Бельчата безумно довольны. Новый год состоялся. Шурша не подвел Деда Мороза. Я возвращаюсь к своей мысли, что он здесь все-таки, как вы понимаете, есть вот большая такая могучая сказочная сила. Дед Мороз, который реально волшебник. А есть маленький ежик, пусть и в волшебном лесу, который на скромной должности патчмейстера тоже может делать чудеса. Каждый из нас помощник Деда Мороза. Даже если у вас нету красивого почтового ящика, дорогие мои, с надписью «Письма Деда Мороза», мы все равно помогаем волшебству воплотиться в жизнь. Вот так высоко надо нести флаг своей профессии. И об этом тоже книжка. Хотя, конечно, прямыми словами в ней, значит, об этом не сказано. О добрых, очень симпатичных, очень ярких и очень запоминающихся иллюстрациях я не могу не сказать напоследок. Спасибо большое художнице. Оля Демидова придумала совершенно замечательных нам персонажей. Спасибо за внимание.